Привет! Apple продолжает выпускать бета-версии, вслед за третьей бета-версией iOS 18 выходит третья версия iOS 17.6. Размер этого обновления для iPhone 15 составил 438 МБ. Вместе с этим обновлением также вышли третья бета-версия для iPadOS 17.6, WatchOS 10.6, TVOS 17.6, HomePod OS 17.6 и macOS 14.6. Номер сборки 21G5066D. Не забывайте подписываться на наш телеграм-канал, у нас самые быстрые актуальные новости из мира Apple. Все слухи, все бета-версии, все нововведения, все здесь. Ссылочку на нашу крутую телегу, естественно, оставлю в описании. Для пользователей из США в приложении Apple TV стали доступны бейсбольные матчи. В этом разделе вы сможете просматривать игры, читать новости, ну и также следите за своими любимыми командами в этой популярной игре. Естественно, в России и в других регионах это недоступно. Также на своем сайте Apple объявила о том, что выйдет три новых игры для Apple Arcade, ну и еще и для Apple Vision Pro под названием Castle Crumble. Ссылочку на эту новость я оставлю в описании. Мало ли, среди вас есть хардкорные пользователи Apple Arcade, ну и Apple Vision Pro. В приложении Locator мы с вами можем поместить наше устройство в режим ремонта. И в этой бета-версии, если мы это сделаем, то мы по-прежнему сможем пользоваться устройством на все 100%, но вывести его из этого режима у нас, к сожалению, пока возможности нет. Тоже такая интересная фишка, которая, скорее всего, в России не очень актуальна, но, опять же, для жителей США, либо других регионов, где это доступно, у вас будет такая возможность ввести свой телефон в режим ремонта. Но вывести его, по крайней мере, на этой бета-версии у вас пока не получится. Следующее обновление также касается приложения Locator и Apple Pencil. Теперь, если ваш Apple Pencil привязан к вашему устройству и вы его потеряли, то человек, который его найдет, не сможет использовать его со своим iPad, пока вы не отвяжете его из приложения Locator. Конечно, все это интересно, но давайте представим себе ситуацию. Как вы сможете вернуть кому-то Apple Pencil, который вы нашли? Если с iPhone все гораздо проще, вы делаете его в режим пропажи и здесь указываете информацию, куда можно позвонить и с кем связаться. То как это можно сделать с Apple Pencil? Мне совсем понятно. Может быть, в бета-версиях или на релизе iOS 18 будет какая-то другая история, как вы можете вернуть нашедший Apple Pencil владельцу. Если в разъем для зарядки у вас попадет влага и вы подключите к нему провод питания, то у вас на вашем устройстве, либо iPhone, либо iPad, придет уведомление о том, что в парте находится влага и вам следует немедленно отключить его от питания и, естественно, просушить. Также в этом обновлении улучшили подключение по Bluetooth сторонних наушников. На MacRumors я читал статью, что после обновления на iOS 17.5.1 некоторые пользователи стали жаловаться, что когда они подключают свои наушники не AirPods, либо Beats, то они сталкивались с проблемами в подключении. И вот вроде как в iOS 17.6 и Beta 3 это было поправлено. Что касается общей производительности системы, то, мне кажется, она вообще никак не поменялась по сравнению с второй бета-версией, а вторая бета-версия с первой, ну а первая с релизной iOS 17.5.1. iPhone работает без каких-либо проблем, все приложения открываются плавно-быстро, никаких подвисаний, фризов, лагов, либо каких-то аномальных нагревов устройства я не заметил. Так что, если вы переживаете о производительности, то, наверное, вам это делать не стоит, но, по крайней мере, у меня на iPhone 15 все прям замечательно, быстренько, шустренько работает. Время автономной работы также никак не поменялось, ни в лучшую, ни в худшую сторону. iPhone 15 максимальная емкость 99 и экранного времени в среднем 3 часа, но, мне кажется, здесь статистика немного неверная, где-то около 4 часов примерно экранного времени у меня выходит. И с учетом того, что эта бета-версия не приносит никаких серьезных изменений, даже не только эта бета-версия, а вообще 17.6, то говорить о какой-то просадке с точки зрения времени автономной работы я бы не стал. То же самое могу сказать и о производительности. Стоит ли сейчас устанавливать третью бета-версию? Однозначно нет. Как вы видите, ничего интересного она не приносит. Оставайтесь лучше на релизной iOS 17.5.1 и ждите финальную версию iOS 18, которая выйдет в сентябре. На канал не забывайте подписываться. У нас тут много всего интересного. Увидимся совсем скоро. Дальше больше. Всем здоровья и пока. Субтитры сделал DimaTorzok